МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую пятницу украинские политики и общественные деятели приезжают на программу Шустрый Лайф. Сто украинцев со всей страны высказывают им свое доверие или недоверие. Что остается за кулисами, мы показываем в программе Афтерлайф. Меня зовут Дарья Тарасова. Мы начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие впечатления от прошедшей парламентской недели? Ну, такие дивные. Дивные, я бы сказал, вражения, потому что парламент не працювал практически. У одних нет голосов, у других – желания. Вот и все. И парламент не працює. Одни блокируют, а другие не имеют возможности результативно принимать какие-то законы. А что до вашей партии? Чи придумали назву? Мы сегодня сидели с этим вопросом в године 3. И, в принципе, решили остаточную назву затвердить наступного раза. Поэтому, если бы мы сегодня ее затвердили, то я все сегодня начинал бы говорить про это. А так как мы ее еще не затвердили, то, наверное, наступного тижня мы будем говорить про это уже. Это так сложно? Чи не так много вариантов? Нет, это сложно, потому что, вы же помните мультик дитячий, да, там, про капитана Врунгеля? Как вы ее назваете, так она и поплывет. Поэтому, я думаю, что тут название – это очень важная справа. Питание про аварию, что сталося, про которую вы писали на фейсбусе, что произошло и чем завершилось все? Возбулось, ничего страшного не произошло, если говорить про аварию у вас. Черкнуло трохи автомобиль. Возбулось и иначе. Возбулся полный непрофесионализм патрульной полиции. Потому что, сначала 2 часа ждал, они не ехали. Я, до речи, мусил на такси ехать через это до вас на эфир. А потом, когда я с эфира приехал, довелося остановить автомобиль патрульной полиции. Аж тогда они начали оформулировать это все. И оформулили 2,5 часа. В целом, это длело 4,5 часа. Это ваша первая встреча с новой полицией? Так. Ну, расскажите, как ваши дела в Чернидове, как продвигаются? Мне хорошо. Избирательная кампания идет активно. Вот сидел на гриме, и меня гримировали, и сказали, что несколько седых волос прибавилось на моей голове за эти несколько недель избирательной кампании. А вот, встречи активно, люди встречают активно, постановочных каких-то встреч у меня нет, поэтому люди впервые видят там иногда и депутаты, иногда и кандидатов в депутаты. Ну, я уже депутат в прошлом, но тем не менее, обрушивает на меня весь шквал вопросов. Я всегда с людьми общаюсь честно. Что чаще всего спрашивают? Ну, абсолютно все интересует людей, низкие зарплаты, высокие тарифы, низкий уровень жизни, ну и местные вопросы. Местные и локальные вопросы, почему? Потому что местная власть не действует, местную власть никто не контролирует, везде кум, сват, брат. Я пытаюсь объединить людей, прийти на заседание горсовета, как-то, знаете, прокачать ситуацию, поднять важные вопросы, и только тогда власть постепенно-постепенно начинает как-то шевелиться и что-то делать. А у вас с ними уже были какие-то, возможно, если можно это назвать, стычками? Конечно, были стычки. Я анонсировал, значит, чтобы мы все пришли громадой на заседание местного совета, меня отговаривали. Я говорю, не надо меня пугать бандитами, вот, я сам кого хочешь попугаю. У нас в прошлой программе Сергей Лещенко цитирует, дословно сказал, что Азов сможет заменить такую партию, как «Свобода», которая стояла в очереди к Клюеву за деньгами. Партия «Свобода», которая стояла в очереди за деньгами Клюеву, она больше не будет стоять в очереди и не будет частью украинской политики. Как вы прокомментировали твоего рассказывания? Я вам скажу, что Сергей Лещенко, который, я так понимаю, что на вашей программе презентировал створение своей политической силы, не совсем с того начинает раскрутку своей партии, называя себя европейским политиком, цивилизованным политиком, таким чином просто обріхуючи своих майбутніх политических оппонентов. Лещенко уже двічі, якщо мені не зраджує память, вибачався перед «Свободою» за его неточні, некоректні, неправдиві заяви. Ми задовольнялися тими вибаченнями, хоча озвучував він брехню про свободу при багатьох камерах, при мільйонних аудиториях, а вибачався десь там себе на фейсбуці. Цего разу ми вирішили, що навіть якщо і буде вибачення зі сторони пана Лещенка, ми його не будемо приймати. Юридична служба Всеукраїнського об'єднано «Свобода» зараз вже готує позовну заяву, і найближчим часом ця заява буде подана до суду. Не один раз наші політичні абоненти обливали нас брудом. Але цього разу ми будемо їх карати в судовому позові, в судовими позовами і виграними справами. Ви саме не всі слова так будете позоватися? Звісно. Стосовно об'єднаної опозиції, чи будете об'єднуватися, як наразі ситуація? З чого вирішили? Справду. Тільки правду. Не будемо об'єднуватися. Я вважаю, що в Україні багато років людей обдурюють іграми у владу і в опозицію. А справді це все одна клептократична Україна, одна корпорація і самопоміч не є, не була і не буде з ними. Будемо чесними, вони, в принципі, всі однакові. Парламентська неделя. Какі ваше впечатлення? Та, як вона прошла? Театр абсурда, совміщений з фабрикою Тщеславя. І там, і там свої игрокі, і там, і там свої сценарії. Головне, що в проигрыше украінці. Ви у себе в соціальних сетях, якщо я не ошибаюсь, сьогодні написали о тому, що зараз в Фейсбуці дуже багато ботів. А ви читаєте коментарі, які пишуть у вас? Всі коментарі я читаю і я відповію. Наскільки важливо для вас то, коли люди пишуть негативно? Мені важливо понимати на сьогоднішній день температуру в обществі. Мені треба понимати, як люди відноситься ко мене, для того, щоб розуміти в обществі. Та, як політик, десь завжди мати обратну зв'язку. В случае, якщо політик перестає общаться з своїми избирателями, з людьми, які йому делігували полномочия представлять їх во власі, він не просто теряє зв'язку, він уходить совершенно в інші мири. Він становиться оторванним від життя. А, соответственно, приймати такі законы, які приймати нельзя. Народний депутат Борислав Береза – нечастий гость программы «Шустер лайф», але його візити завжди емоціональні. Так, заборгованність. 4,2 мільярда, зараз заборгованність. Ахметов, дужно, 4,2 мільярда. Заборгованність ДТК перед бюджетом. 4,2 мільярда – це заборгованність. Тобто, арестовані сіта. А тепер сіта должны бути розблокувані. І за це… Ну, як можна було за це голосувати? Ладно, мене убедили. Але, блин, це ж… Пас постійно відгружається. Постоянно відгружається. І постійно є определення задолженность. Тобто, ти не зрозумів закону, чесно. Чого? Та посмотри внимателно закону. Я внимателно. Ещё раз тобі? Тебі юристы «Нафтогаза» – це не авторитет? В чому? Скасовується закон про… Я такий приказ. Я йому за рибу, він мені за гроші. Неможливо. Вы со многими спорили. Удалось кого-то переубедити? Вы знаєте, да. Тех, которых я переубедил. То есть Дмитрий Добродомов согласился, Юрий Деревянко согласился. Остальне… То есть меня больше интересует, чтобы они не перешли на мою позицию, на мою точку, согласись, с моей точки зрения. Мне больше интересует, чтобы впоследствии были конструктивные решения в парламенте. Это самое главное. И ещё. Знаете, когда-то из храма в Иерусалиме изгоняли барыг и торгашей. Вот неплохо бы подобное организовать в Верховной Раде. Может быть, тогда что-то изменится в Украине. 1 июля, в понедельник, военная прокуратура задержала двух бойцов батальона «Айдар». Один из них как раз Валентин Лихалит. Его обвиняли в организации вооружённой банды и разбойе. То есть в событиях 2014-2015 годов. Он подозревается в организации вооружённой банды с метою нападу на отдельных людей. У напады с метою зав 노�иеira чужим майном, поеданному из погрозой застояния насильства,ниперahlen для живых и здоровья человека, которая носила нападу, разбой. Поеданному с проникнением жительства,чиненную органтированной группой. О незаконном завид번 bringen транспортным subst bonded,чиненном повторно организованной группой человек, подведанной с погрозой застояния насильства,ни hamburgен для жизни и здоровья睡raktha. потерпелого. Есть прокурора. Этого еще не было. Это свежо. Тем более, смотрите, не надо, мы сейчас... Смотрите, это прокурор ПВДН-го региона. То есть я думаю, что в принципе тут можно что есть много, он даже больше меня. Видите, машины можно отжать тоже его. Мы тут замыслим преступления, но обязательно для того, чтобы уйти потом от ответственности, планируем еще пойти на фронт, еще заработать пару медалек, чтобы точно на нас никто не подумал. А вы когда вот слышите такие какие-то абсурдные истории, касающиеся там или вас, или других бойцов, это неприятно? Или это не задевает? Ну, смотрите, меня спрашивать об этом не нужно, потому что я руководствуюсь высказыванием по-моему, Черчилля-то еще сказал, что если человек хочет выжить в политике, то у него шкура должна быть не тоньше шкуры носорога. А вот хлопцев, которые только с этим первый раз сталкиваются, я думаю, что вам стоит спросить вот непосредственно ребят, которым вновь все это. Вот, например, там, пан Лихалит воевал в Айдаре, пошел сейчас в 72-ю бригаду и выяснил вдруг, что он там гений зла Мариарти. Вот что он, что, что ты чувствуешь, бать? При этом. Ты знаешь, Семен, я... Меня когда-то арестовали, да, они так налетели, как коршуни, да, с полигона меня витянули, я пот не приехал, в масхалаті, да. Я думал, знаешь, есть параграмы, вас заказали. Ну, шутки. Ну, шутки. Я уже тогда понял, когда меня привезли в Генеральную прокуратуру військовую, я сразу говорю, в чем меня обвиняют. Ну, когда меня привезли на суд, вот, мне дали почитать дело. И я его сидел в милицейском томе, воронки читал. И начал смеяться. И милиционерная выдержка говорит, с вами все нормально. Он думал, что я помешал. Я говорю, да нет, интересная книжка. Ну, просто я узнал про себя сильно багато. Сильно багато я узнал. Оказывается, оказывается, я гений. Короче, я крестный отец мафии. Надо говорить вообще о том, что представлял собой Айдар 14-15 годов. Это пять вооруженных группировок, которые враждовали между собой. О том, о потерях в этом батальоне, многие из которых не были боевыми. Я прошу вообще, я больше не могу. Извините, пожалуйста. Батя, прости. Я тебе говорю, от всех этих идиотов, которые у власти, не понимают, что ты для них делал. Она понимает, немножко с другого мира. Она с другого мира. Она не понимает, что такое. Война, смерть и все остальное. Что вы смеетесь, я не понимаю? Это уничтожение тех, кого не боятся. Они боятся героев. И вот такие вот пишут всякое дерьмо. Извините. Вы довольно эмоционально отреагировали на комментарии журналисты. Остановить это законом про амнистию невозможно, потому что амнистия с греческого переводится как прощение. За что мы должны их прощать? Поэтому я бы порекомендовал и генеральному прокурору, и президенту извиниться за вот эти все эти вещи, не выпустить всех на поруки, как угодно, всех добровольцев. Сейчас много споров входит вокруг закона об амнистии. Какой точке вы придерживаетесь? Невыполнение в самом начале Конституции и закона в Украине с точки зрения четкого чтения буквы закона и привело к тому, что сейчас мы не можем разобраться. Люди, которые воевали и защищали, они совершали преступления или нет в зоне так называемой антитроссийской операции. Поэтому, к сожалению, нам нужно разобраться с самого начала. Ну вот как, допустим, англичане это делают с докладом, правда, им 7 лет на это пошло, сэра Челкота. Но, когда дело идет о государственной безопасности, национальной безопасности, деньги считать не надо, иначе тогда государство просто не состоится. Вот вам, пожалуйста, 97% народа не знает, о двух трагедиях. Не планируете ли вы инициировать расследование по Иловайску и Дебальцево? Расследование по Иловайску проведено Верховной Радой предыдущего созыва. Были четко обозначены виновные, это Министер обороны и начальник генерального штаба Муженко. Прокуратура уже два года ведется расследование этого дела, оно затягивается. Затягивается для того, чтобы скрыть реальных виновных. Я считаю, что Дебальцы и ВЛА связаны. Это два военных поражения, как обухом ударили по голове Украине и, по сути, стали причиной, по которому страна частично приняла Минские соглашения. Я считаю, что за это надо судить, судить, прежде всего, руководство ЗСУ, которое непосредственно, ну, их действия четко были исследованы в отчете темчасовой сличии комиссии. Через месяц наступает двухлетняя годовщина в Иловайске. Если дело не будет передано в суд, мы возьмем прокуратуру штурмом. Я знаю прекрасно, что по заданию Порошенко военный прокурор пытается фальсифицировать в отношении меня уголовные дела, чтобы не было кому поднимать людей. Вы этого не успеете сделать. Либо в августе дело будет передано в суд, либо вы будете взять и штурмом. Поэтому можете готовиться, можете там хоть сальто-мортали крутить, это гребет абсолютно официально. Мы понимаем, что ситуация достаточно напряженная, политически напряженная. Мы нашей аудитории, которая приехала, мы попросили людей ответить на вопрос, кто из политиков действительно защищает интересы украинского народа сегодня. Мы никого не упомянули. Они сами писали имена. Вот, что люди ответили. 19% Юлия Тимошенко, 16% Олег Лешко, 13% Надежда Савченко, 7% Егор Соболев, президент Порошенко 5%, Вадим Рабинович, как ни странно, 5%, Анатолий Гриценко 5%, Владимир Гройсман 3%, Виталий Шабунин 3%, Добродомов, которые у нас в студии 2%, Мураев 1%, Олег Тегнебок 1%, 7%, человек не захотели ответить на этот вопрос. Мы сегодня на начале программы проводили голосование среди аудитории, которая есть репрезентативной выборкой Санкции Украины, и было вопрос, кто из политиков делает наиболее для украинцев. Мы не пропонировали никаких ответов, люди ответили сами. И на первом месте была Юлія Тимошенко, а в то время, когда Петро Порошенко занял 5-6 место, как бы вам это комментировали? Мне сложно комментировать результаты этого вопроса. Я, власне, призначил, что Юлія Тимошенко уже працюет около 20 лет в украинском политике. Она начинала одну из больших фракций парламента, например, в 6-м скликанке. она была первым номером виборчого объединения Батьківщина. Так, она находилась в вязнице, но она была первым номером. в 6-м скликанке не дала найбільше кількості тушек за всю историю парламенту. Зі 140 депутатів, які зайшли в парламент під стягами виборчого объединения Батьківщина, 40 стали тушками. Перепрошую, 60. Зі 140 60. І саме тому Януковичу удалось зрубувати владу врешті-решт. Саме тому ми мали Майдан. Я хочу, до речі, сказати, цей пан він теж дуже знаковий, тому що він 300 мільйонів гривень забаргував людям, і у нас по всьому Києву висіли бігборди, які повісили люди, вінник поверни гроші. Отакі люди сидять во фракції у Петра Порошенка, і вони сьогодні ще щось михать говорити. Коли ви виступаєте, чи дивитесь ви на градусник, і наскільки важлива для вас підтримка аудиторій? Чесно кажучи, я не можу говорити всі речі, які подобаються. Не можу. І тому я намагаюся на градусник не дивитися. Тому що насправді не в цьому сутність. Можливо, частина людей може і не розділяти те, що я говорю. Але саме головне, що я говорю ту суть, яку люди просто мусять знати. Поділяють вони, не поділяють, але таку інформацію, яку я даю сьогодні Україні не можна не знати. Тому що інакше ми не зможемо захистити наше життя. І тому як виходить вже з градусником то вже наслідки. Я намагаюся на це не дивитися. Сергій Лещенко постійно у своїх промовах намагається сказати про вас. Як ви ставитесь до того, що він постійно говорить? Я вважаю, що люди, які йдуть в політику, а Сергій Лещенко до речі, зараз теж політик, він організував свою власну партію, в принципі мусять бути готові до критики. Мусять бути готові знаходитись на якійсь вершині самої високої гори і обдуватися всіми вітрами, іноді ураганами, а іноді і нищивними цунами. Тому політик мусить бути готовий до критики. Тому що критика це невід'ємна частина справжньої політики і справжньої конкуренції. Він дуже шукає зустрічі з вами. Чи ви готові на ефір іти? Ніяких питань немає абсолютно. Мені здається, що я в своєму політичному житті готова іти на ефір з усіма. І останнє питання не стосовно політики. Чи спілкуєтесь ви з тим, з яким перебували разом у в'язниці, зокрема, з жінкою, з якою були? Так, я спілкуюся. Я спілкуюся з Юлією Абапловою. І, до речі, вона сьогодні працює в моїй команде. Ми вначале робили голосування по поводу ожидання українців від українських політиків. Тот результат, який вийшов, він вас уйдивив? Ну, чесно кажучи, да. Ну, во-первых, мене уйдивив Робинович. Да? Він, як защитник українського народу і інтересів українського народу, получив стільки ж голосів, скільки президент. Це мене дуже вдивило. Ні когось від оппозиційного блоку взагалі. Там був Мураев і був Робинович, але вони оба вийшли. Тому я дуже часто задаюся питання, чому нас так пугають тем, що оппозиційний блок виграє вибори. Як-то я не відчуваю пока цього. Ну, пока я таку, таку ярку вброзу не відчуваю. Тимошенко получила багато, тобто 19, більшинство, і плюс Надя Савченко, 13, якщо я не вийшаюся, в общем-то, ну, считайте, третєє місце, третєє місце, третєє місце, так, це, це, в місті. Ну, так що, ну, как сказати, ну, интересно. Музика Музика Продолжение следует...